В вашей программе, что вы будете делать на своем участке? Ну, конечно, вопросов очень много. Все тоже, я считаю, что распыляться, потому что я думаю, оно ни к чему. Надо конкретно взять факты, чтобы действительно, чтобы сделать, чтобы люди понимали это, и все были довольны достаточно. Так, как некоторые кандидаты, то сделают, то сделают, на самом деле, потом не только получается, того не было, того нет. Ну, а что конкретно вы будете делать на вашем участке? Ну, что, конкретно это, конечно, отопление, некоторые дома на нашем участке еще плохо там, ввиду того, что старая система, трубы уже, по словам, 50 лет, естественно, тепло, которое нужно не доходит. Труба, основная, 70-ка, допустим, настала уже 25-ка, внутри там, естественно. А вы же сейчас ведете прием, да, постоянно? Да, постоянно веду приемки. А вообще не с полкома, да? Да, конечно, не с полкома, каждый среду мне приемы. И, ну, люди уже меня знают, они только дожидаются, когда там придет среда, или звонят по телефону, по домашнему, или по мобильному, или так, на дороге встречаются. Вот надо вот такой вот вопрос. Я говорю, да, пожалуйста, напишите заявление, начнем с этого работать. Ну, да, конечно, конечно. То, что мы с вами переговорили, я пойду сюда же с полком, к тому же, допустим, замок. Конечно. Владимир Владимирович, он сказал, а где документы-то? Вот, допустим, тут у меня один из документов тоже есть, детской площадки. Ага. Детская площадка возле 75-го дома, и рядом, как мы привыкли, говорили. А какой у вас участок, а ну, напомните мне. По-новому сейчас будет 11-й. Нет, ну не номер, а просто территориальный. Марк Победы ваш? Нет, 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 нет. Что ваш? Получается, 32-я школа. 32-я школа ваша? Да, и пошло выше сюда, к Терновской разведке. Николай Алексеевич, подождите, подождите, дорогой. Что такое ювенальная юстиция, вы знаете? Нет. Ну как, депутат, народный депутат, член исполкома, и не знаете, что такое ювенальная юстиция? Нет. Ну. Юстиция, я знаю, что такое, но... Николай Алексеевич, я вас учу. Я, конечно, могу вам сейчас сам рассказать, что такое ювенальная юстиция. Но вот мы же с вами часто встречаемся. К следующему разу вы посчитаете сами, что такое ювенальная юстиция по-николаевски. 32-я школа. Там есть такой ученик Артур Болотов. Лоботряс такой. И родители у него лоботрясы. И он лоботряс. Ему уже 12 лет, а он во втором классе учится. Знаете, лоботрясина какая? И здоровый такой. И родители, опять же, повторюсь, лоботрясы. Вы запомните, да, Николай... Болотов. Болотов. Да, Игорь Болотов. Я еще у Болотова нашего спрашивал. У меня родственник. У меня же он с Россией говорит. Родственник. Ну, короче, у них забирают троих детей. Троих детей забирают. Они не пьяницы, не алкоголики, не наркоманы. Родители. Родители, да. Я же был у них дома. Тридцать вторая школа. А где они там проживают? А он проживает в этом девятиэтажном доме напротив рыночка. Здоровый этот военный, длинный этот дом. Ну, вот такой там гейминг, получается. Ну, самый длинный, самый большой такой. Если в том магазин, в этом что? Ну, да, наверное. Ну, самый большой такой дом, вот где рынок, да. Где вот этот рынок? Ну, раньше был, когда... А чей-то, кстати, рынок? Кто хозяин того рынка? Ну, раньше был щука. Да, сейчас. Больше муниционер, а сейчас это замка. Ну, вот, в общем, этот рыночек, говорят, там, детям торгуют пивом, вином, водкой, аж бегом. Аж бегом. Вот мне рассказывали, поэтому это, как бы, еще одна тема. Так вот, забирают ребенка. Троих. Троих забирают. И это вот называется ювенальная юстиция. Вот, и поэтому там, конечно, немножко беда с директором школы, с Маргаритой, я не знаю, как она. Вышла с этого капитана, нет. А что там за беда у меня? Тоже увлеклась одно время. Лечили ее. Чем увлекла? Кино, кино снимают у меня. Я ничего не умею вырезать. Мы не вырезаем ничего. У меня, как говорите, так оно идет прямым эфиром. Немножко лечили от алкоголя. Директор школы лечили от алкоголя? Да. Да, да. Вылечили? Ну, вроде как, да. Ну, слава богу. Последняя информация, потому что уже... Ну, слава богу. Мне сказали, так, или же этим занимаюсь, или работа в школе. Так она же депутат, она же депутат областного совета. Ну, да. И принудительно забрали ее с образования городского, везде на лечение. Он уже такого образовала? Я не знал этого. Сейчас она и сына к себе урезала, занимается. Сын? Нет, ну, сына к себе забрал, то есть она отдельно живет, где я. Ага. Сейчас она с сыном уже живет. То вроде пошла на поправку. А сын большой у нее? Да, он взрослый живет. Ну, это мне сказал Николай Макаров, там, который работает на этой школе. Ну, вот я вам докладываю. В этой школе, в 32-й школе, есть такой Артур Болотов. Подвергтесь, подвергтесь. В интернете вы все внимательно прочитаете. И забирают его. Реально забирают. Поэтому вы уже, как члены сполкома, втручайтесь в этот процесс. 9 сентября там суд. Значит, мы... Суд центральный суд. Да. 9 сентября. Ну, очень было бы правильно, чтобы вы пришли на суд. Но уже, как бы, в теме, чтобы вы были. Чтобы вы уже были в теме. 9 сентября, 10 сентября? Не, по-моему, в 12 даже. Ну, я сейчас точно не знаю. У меня дома там записано, как бы. Я, честно, не помню. Но я точно помню. 9 сентября одно заседание уже было. Ребенка уже держат. Уже где-то месяцев 5 держат. Не отдают. Не отдают просто. Я что-то, чайку жду, чтобы спросить Владимира Дмитриевича. А как это? А забирает ребенка? Ну, да, он лоботряс. Да, он не хочет учиться в школе. Ну, да, родители там лоботрясы, что они до этого дождали, что в 12 лет он учил. Ну, подождите. Да, у них там не все в порядке. Газ там не оплощен. Им отключили. Газ не оплощен. 600 гривен взяли, отключили газ. Ну, это у нас сейчас люди умеют отключать. Это что, забраться? Трое детей. Трое детей. 600 гривен всего. Да, 600 гривен, да вы что? Затопил соседей водой. Приехали, бах, отключили воду. По заявлению соседей. Не, ну нормально. Ну, что не нормально? Это вообще. Что? Ну, они такие, ни рыба, ни мясо. Я случайно узнал про это. Не, как бы, как бы, я хочу сказать, вот эта ювенальная юстиция, но это страшная штука. Это страшная штука. Она работает по всему, практически во всех странах Европы. Там, во Франции, вот в Польше сейчас, в Польше, вот только вдумайтесь. Сейчас в Польше, по заявлению ребенка, вот если родители его по жупе нахлопали ребенка, побили там, не дали денег ему на дискотеку, он идет в этот ювенальный суд, уже суды есть ювенальные. У нас еще в Украине, слава богу, их нет, пишет заявление, и вышел закон, в Польше вышел закон, пишет заявление, и на основании 24 часов суд принимает решение. И может принять решение отобрать ребенка. А когда бы не успел все делать, зачем 24 часов? Я в шоке. Это я не придумал, это вы когда прочитаете. Верю же в шоке. Это вы когда прочитаете, я просто в шоке. Ну, Гавр Ильич, я у вас просто, наказ избирателя вашего. Я же буду за вас голосовать. Ничего себе. Наказ избирательного. Разберитесь, что такое ювенальный. Потому что у нас мало кто понимает сегодня в городе, что такое ювенальная юстиция. Ее еще как бы вроде бы то нет, но вот эти первые признаки, первые признаки, уже четкие первые признаки. Потому что их уже именно обучали. Мы же были первые, когда судебное заседание было, оно длилось 6 часов. Первое судебное заседание. И учительница эта, начинает рассказывать, какие он нарушения делал. Родители. Ну, там ряд нарушений. Но одно из нарушений, когда я это услышал, я понял, опа, вот она и пришла ювенальная юстиция. Что когда ребенку делали прививки, когда ребенку делали прививки, то они как бы им надо было попу посмотреть ребенка. И они увидели, попа была вся красная от ремня. И это как бы записывают в минуса родителям. Нормально вообще, да. Ну, еще если в двух словах, что такое ювенальная юстиция, это когда государство первоочередное отвечает за воспитание ребенка. Православная церковь категорически против. Категорически против. Там в России, она же очень далеко пошла, а мы же 2-3 года и все оно к нам приходит. От России? От России. 2-3 года и все оно у нас. И они там, митинги, потому что они вот так вот уже не знали, что это такое. А тут бах-бах-бах постановление попринимали. И вот оно все уже. Здравствуйте. Здравствуйте, Юра.